Период НВУ 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 И уже воздух охлажденный кучей, а отчасти и в силу собственного излучения, он оказывается пересыщенным в головы, что и служит причиной возникновения туманов. Также по данным наблюдениям на метеостанции Тольятти отмечалась мгла. Мгла отмечалась 2, 3 и 4 декабря. Мгла это сильное поведение воздуха за счет взвешенных частичек пыли, дыма, галя, води. То есть на основании вышесложенного можно констатировать, что в городе сложилась классическая застойная ситуация. Связана она со спалинским антициклоном, который до сих пор не уступает своих позиций, располагается на районе Среднего моря. Кроме того, мощные приземные инверсии температуры по своей вертикальной протяженности достигали 1,5 км вверх. И вот этот 1500 метровый слой не давал распространяться примесям и разбавляться им. Тем самым создался задерживающий слой, что способствовало накоплению вредных примесям городском воздухе. Ко мне поступали вопросы в течение его прошедших дней об опубликованном в сетях социальных карт со спутника. Поэтому я хотела бы их продемонстрировать. Наверное, многие их видели и тоже немного по этому поводу пояснить. Это спутник европейский, проект Европейского космического агентства, который на нашей территории пролетает с периодичностью 1-2 дня. И он зафиксировал над нашим городом, наподобие шахтки Копова над городом. В опубликованной карте не было записано, откуда она взята. Значит, это карта, именно карта влажности, спутника Сентинелла. И внизу приведены метеоданные, которые в настоящее время, в то время, когда спутник пролетал, какая температура и относительная влажность были в городе. Следующий, пожалуйста. Вот ситуация 2 декабря. Да, большинство. И вот ситуация 1 декабря, где мы видим, вот то, что вызвало огромный негатив среди всех, кто комментирует. Вот это центральный район, это трубы северного промысла, и центральный район, и центральный район, вот такая область повышенной влажности. Еще раз повторю, это карта влажности. И следующий, 7 декабря, в городе уже чисто. Следующий, в городе пошел в страну. С этого же со спутника мы взяли карты, как шла облачность. Вот 30 ноября, вот это наши трубы. Вот здесь весь город, трубы северного промысла, Тольятти, Азот и Автораз. Следующий, 2 ноября, уже вот такая ситуация. Декабря, извините. 2 декабря вот такая ситуация. Мы видим, что расширение области, облачности над каждым из промвыбросов источниками. 5 декабря вот эта ситуация возникла. Почему она возникла? Следующий, как я сказал, Сипула. Уже ничего нет. И следующий. Так. Все снимки собраны вместе, чтобы можно было приследить, как менялась ситуация на Автовазе. Дальше. Северный промпузел. Здесь не до конца немного снят снимок, но понятно, что вот эта вся область и голубая часть, это как раз расширение выбросов идет. Шло накопление от 30 ноября, 2 декабря и 5 мы видим пик ситуации и растекание вот этих выбросов. Снимки сделаны в инфракрасном спектре и вот они имеют такой вид. То есть никуда не перемещались наши выбросы, они растекались под полутора километровым слоем и нависли конкретно на центральном районах. Почему их из космоса было видно лучше всего? Следующий кадр, пожалуйста, включите. Это район Тааза, где все более-менее прилично и нормально. И вот слоя данность по метеоусловиям. Чем отличался день 5 декабря? Он отличался самой минимальной температурой. Относительная влажность была, в принципе, за все дни одинаковая. Но 7 числа у нас снижается температура и снижается влажность до 50%. Вот в этом объяснении, что в центральном районе была повышенная влажность, именно потому, что на заводах северного промоузла у нас имеются градирни. И это дополнительный источник влажности добавленного в центральный район. То есть у нас появился природный туман, плюс дополнительная влажность от градири по шоку, и выпасы, которые никуда не смогли рассеяться по причине сложившейся ситуации. Как только ушел туман, снизилась общая влажность, температура воздуха повысилась, ситуация коренным образом изменилась. Именно в мороз сыграл нам как раз ту злосчастную роль, которую летом нам играет повышенная температура. То есть получилась типичная застройная ситуация. Повтор летней ситуации, но в минусовых условиях. Плохо видно, да? Ну здесь просто те данные написаны, которые я уже озвучила, когда отмечались мгла на территории Тольятти и когда ума. И хотелось бы еще не остановиться на датчиках Аэро-Визуал-Пром. Тоже возникал вопрос, и в прошлый раз сразу, чтобы нам все развеять мнение. Датчиков в Тагио-Городе стоит два, на Бульваре Ленина и Новоматюшкина. Это не анализаторы воздуха, это именно датчики. Они предназначены для сигнализации взвешенных веществ. 2,5 микрон диоксида углерода. Рабочий диагноз у температуры от минус 10 до 40. Поэтому прошу обратить внимание, когда вы видите на соцсети данные с этих датчиков, учитывайте, что датчики могут давать большую погрежность при температурах нижней минус 10. Следующий вопрос. Сайта разработчика. Я взяла вот эти данные, которые приводят наших людей к пониманию, что происходит, когда датчик показывает какие-то величины. От 111 до 200 нездоровый, от 201 до 300 очень вредно для здоровья, и 301 до 500 – это опасно. Получить где-либо информацию, в каких единицах производятся замеры, какая программа их обсчитывает, и к каким нормам допустимого ДК эта программа привязана, получить мне удалось. Поэтому я прошу каждого внимательно относиться к тому, что вы видите на экранах соцсети. Красная маска для нас еще ни о чем не говорит и не означает действительно какой-то угрозы. Согласно САМПИНА, ГОСТа, предельно допустимой концентрации ДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, у нас установлены следующие нормативы ПДК. То, что датчик заявляет диоксид углерода, у нас ПДК вообще не нормируется. ПДК для частичек пыли размером 2,5 микрона – это 160 микрограмм на кубический метр, или 0,160 миллиграмм на кубический метр. Поэтому, когда вы видите цифры 150-й красной маски, это их что-то еще, тут как бы доверяйте своим знаниям, которые имеются здесь у нас, в российских документах. А на самом деле программа иностранная, она, к сожалению, недоступна нам для того, чтобы ее проанализировать. Вот об этом я хотела еще сегодня вам сказать, может быть, каким-то образом притворяя ваши дальнейшие вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин